Брестский областной кардиологический диспансер в коридорах этого учреждения здравоохранения можно встретить пациентов любого возраста. Вопреки сложившемуся мнению, каждый год все больше молодых людей до 30 лет страдают от инфарктов и инсультов. На эти и другие болезни сердечно-сосудистой системы приходится около 55% всех летальных исходов. И такая тенденция наблюдается не только в Беларуси, но и во всем мире. В нашем кардиологическом диспансере в основном наблюдаются пациенты, которые имеют наиболее выраженную патологию, тяжелую патологию сердца. Пациенты, нуждающиеся в трансплантации сердца, в том числе мы работаем напрямую с РНПЦ кардиологии, отбираем таких пациентов. Пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичных методиках, как диагностических, так и лечебных. Это диагностическая коронарангиография, на основании которой врач или консилиум врачей принимает решение, все-таки пациенту нужны эти высокотехнологические методики, такие как стентирование, либо кардиохирургическая операция, либо все-таки останется приоритет на медикаментозном лечении. Кроме того, здесь у нас присутствуют высокотехнологичные методики обследования, такие как электрофизиологические исследования, радиочастотная облация для решения вопроса по лечению аритмии разного рода. Сегодня на учете в Бресском областном кардиологическом диспансере стоит около 5000 человек. На каждого врача приходится чуть более 500 пациентов, которые в ближайшем будущем нуждаются в хирургическом вмешательстве. Бресчанин Иван стоит на учете в кардиологическом диспансере уже не первый год. Мужчина признается, что всю жизнь вел не совсем правильный образ жизни, но активный. Курение, несомненно, отрицательно повлияло на его проблемы с сердцем, а физическая работа на даче положительна. Проблема довольно серьезная. Повторный инфаркт находился в реанимации, выписан под наблюдением кардиолога. Сейчас прохожу амбулаторный курс лечения с перспективой, что придется делать оперативное лечение, шунтирование. Это где-то через месяц мы будем решать этот вопрос, пройдем обследование и будем решать остальные вопросы с кардиохирургом. Иван, как и многие пациенты кардиологического диспансера, чувствовал, что с его сердцем что-то не так, но к врачу идти не хотел. А регулярное обследование – это основная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, говорят специалисты. Действительно, это вопрос очень важный, потому что иногда даже имея этот знак, люди не всегда понимают, например, имея давление 150 на 90, 160 на 90, они говорят о том, что для меня это нормально. Такого нет, ненормальное это давление и люди должны понимать. Прежде всего, понимать свою наследственность. То есть даже человек с 20 лет должен знать, какие у него в семье, у бабушек, мам, дедушек, близких родственников были или есть проблемы со здоровьем. То есть понимать, что есть субстрат. У кого-то артериальная гипертензия, у кого-то сахарный диабет, у кого-то еще другая патология, там желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь. Это первый звоночек, когда нужно молодому человеку понимать все-таки, какой акцент нужно расставить вот в относительно здорового образа жизни и самоконтроля, над чем, что контролировать. Конечно же, это нужно прежде всего понимать собственные, как мы называем, параметры. Человек должен знать, что есть определенный индекс массы тела, который нужно соблюдать, что в последующем может привести к проблеме. Он должен знать свою физическую активность. В лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы нельзя прибегать только к помощи медикаментов. Они приносят временный эффект. Только с помощью комплексного подхода можно улучшить состояние здоровья. Правильное питание, активный и здоровый образ жизни, достаточная ежедневная физическая нагрузка и контроль артериального давления и индекса массы тела позволят предупредить все те болезни, которые нарушают работу сердца и сосудов. Если поставить перед собой эту трудную, но выполнимую задачу, то мечты о долгой и здоровой жизни станут явью. Мирослава Коваленко, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ.